LG Magna и Spirit. Стоп! Кто сидел на моих телефонах? Тут изгиб экрана буквально миллиметр. Основное ощущение изогнутости создается благодаря крышке. В кинотеатрах экраны делают изогнутыми для того, чтобы лучше видеть каждую точку на нем. Здесь, по идее, тоже можно наблюдать такой эффект, но я его не заметила. Кто видит, пожалуйста, отписывайтесь в комментариях. Отклик экрана я не могу назвать молниеносным, но он очень быстрый. Это вся технология Incel Touch. Ее фишка в том, что сенсорный слой располагается под матрицей, так что и картинка у вас тоже будет ярче. В принципе, логично, она ближе к вашим глазам и ничего перед ней лишнего. Смарт удобно лежит в руке благодаря отсутствию острых граней и пухленькой крышке, в отличие от других смартфонов. И еще, мне больше нравится Spirit, потому что он чуть-чуть поменьше. Тут диагональ экрана 4,7 дюймов, а в Magna 5. Разрешение тут одинаковое, а диагональ разная. Поэтому картинка на Spirit выглядит чуточку лучше из-за более высокой плотности пикселей. Яркость тоже одинаковая, только вот Magna умеет еще и самостоятельно регулировать ее. Это, правда, для меня вообще не критично. Оставили мою любимую функцию разблокировки дабл-тапом, а любители паролить свои телефоны явно оценят нок-код. Есть еще одна интересная фишка. Можно посмотреть время, не разблокируя экран. Я вообще первое время бегала и показывала всем, смотри, как он умеет. Не, ну реально, смотри, клево. Ах, блин. Оба смартфона получили поддержку умных чехлов Quick Circle. Единственный его минус – изогнутость становится практически незаметно со стороны. Но безопасность превыше всего. Динамики тут кричат на флагманском уровне. К тому же производитель выбрал самое удачное место на корпусе. Так что они не заглушаются ни на столе, ни на диване, ни в кармане. Ну, вообще нигде. Камеры тут на 8 мегапикселей, и они просто офигенные. Фотки получаются детальными, с правильными цветами, с правильным контрастом. И при этом ручных настроек нет, и все это делает автоматика. Фанатам селфи и скайпа на мобильном я скорее порекомендую Magna. Там 5 мегапикселей. А в спереди фронталка на 1. Пошариться по интернету или погонять миньонов с этими смартами проще простого. Каждый получил по 4-ядерному процессору. А вот тяжелые игрушки вы сюда вряд ли поставите. Просто потому, что может банально не хватить места. У меня после установки десятка социалочек и пары важных приложений, места не хватило ни на Nova 3, ни на Real Racing. Ситуацию может частично исправить карта памяти. Но все равно приложение нужно сначала ставить на телефон, и только потом переносить на карточку. Мне показалось, что смарт работает в полсилы и способен на большее. Когда выходишь из игрушки, иконки на рабочем столе появляются только через 2 или 3 секунды. Может, это все из-за того, что здесь интерфейс LG установлен на еще сыроватую версию Android 5.0. Уверена, что при первом обновлении эти мелочи исчезнут. Оба смартфона пережили целый день активных нагрузок. А у меня это более 5 часов работы экрана на высокой яркости и просто бесконечное зависание в социалках. При этом Magno прожил чуточку дольше, чем Spirit. Но и неудивительно, у него батарея на 20% больше. Самое классное в этих смартах – легкая изогнутость корпуса. Еще мне нравится цена и хорошие основные камеры. А Magno подойдет всем любителям селфи. Мне, правда, больше понравился Spirit, потому что он удобнее лежит в моей руке. А какой LG нравится вам? Пишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok